Иран и Соединенные Штаты обменялись заключенными. Из тегеранской тюрьмы вышли прозападные общественные деятели, из американской, бизнесмены, нарушившие торговый эмбарго против Ирана. Потепление в отношениях или холодный расчет? Чего вообще стоит новая стратегия Тегерана? В курсе дела директор Союза за безъядерный Иран Матан Шамир. Матан Иран в последние несколько дней проявляет такие шаги доброй воли, как, например, скорое освобождение американских моряков, которые попали случайно в иранские воды. Или, например, обмен пленными, обмен заключенными. Что говорит вот такие вот шаги доброй воли со стороны Ирана? Что в отношениях между Ираном и США наступила некая золотая эра, что все теперь изменилось к лучшему? Можно спорить о том, являются ли шаги Ирана жестами доброй воли. Что ведь, по сути, произошло? Невиновных ни в чем пленных американцев, в определенной степени заложников, обменяли на лиц иранского происхождения, которые нарушили закон о санкциях, были подвергнуты суду и признаны виновными преступниками. То есть мы обменяли заложников на сторонников Ирана, которые нарушили закон. В краткосрочной перспективе это, конечно, хорошо, чтобы эти ситуации разрешились, но с другой стороны мы должны в первую очередь задаться вопросом, почему эти ситуации возникли. А как вы расцениваете тот факт, что накануне обмена заключенными Соединенные Штаты разморозили гигантские фонды, которые были заморожены, иранские фонды, которые были заморожены в американских банках? Некое такое подслащение сделки. Оно, по-вашему, было легитимно или Соединенные Штаты совершили нечто такое, что не должны были делать? США как часть этого обмена или в дополнение к этому обмену выплатили 1,7 млрд долларов в счет погашения долга, который был у США перед Ираном еще со времен Шаха и не был до сих пор выплачен. На самом деле сумма долга гораздо меньше – 400 млн долларов. Остальные – 1,3 млрд долларов – выплачены в качестве процентов сверх этого. То есть вопрос о выплате денег в дополнение к обмену заключенными остается, хотя администрация США категорически отрицает, что дала взятку за освобождение пленных. Матан, какую роль в этих изменениях сыграла ядерная сделка, подписанная между Ираном и странами Запада? Администрация Обама пытается расчистить проблемные ситуации в отношениях с Ираном, чтобы открыть путь к более тесным связям с Тегераном. Я не думаю, что эта стратегия станет эффективной. Пока Иран использует ситуацию в свою пользу. Мы должны помнить, что нынешняя администрация США останется у власти всего лишь еще год. Следующая администрация наверняка выберет более жесткий курс в отношении Ирана. Матан, Иран рассчитывает на рост своего ВВП около 8% в год. По крайней мере, об этом иранцы заявляют в Давосе. Насколько серьезны такие заявления и насколько действительно они могут стать действительностью? Ясно, что иранская экономика, безусловно, выиграет. В результате ядерной сделки, возможно, рост и не составит 8%, может быть, только 5%. После нескольких лет глубокой рецессии иранская экономика, конечно, получит сильный толчок. Но в итоге существуют и другие игроки, такие как Саудовская Аравия. Саудиты сделают все, чтобы не допустить усиления своего конкурента в регионе. Они попытаются ограничить выгоду Ирана от ядерной сделки не только в военном смысле, но и в экономическом. Спасибо, Матан Шамир, директор проекта «Союз за безъядерный ран». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова